Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире полный, да-да, полный Делягин, номер 29. Я не могу не сообщить вам, не процитировать сообщение телеграм-каналов, которое пришло буквально минуту назад, 3 минуты назад, сейчас 17.07, так вот пришло в 17.04. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил, цитирую, с целью недопущения жертв среди мирного населения, призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также незадействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации. Кавычки закрываются. Это уже не эвакуация израильских бизнесменов и израильского посольства из Киева. Это уже более серьезно, но сегодняшнюю передачу мы посвятим тем, что мы знаем, тому, как российское руководство обеспечивает морально-политическое единство народа и государства. В условиях такого кризиса, который развертывается сейчас, это первейшая обязанность любого руководства любой страны. Так вот, как они исполняют свои обязанности по сплачиванию общества? На мою почту поступило обращение, ну а точнее крик о помощи жительнице республики Коми. Я уже подготовил депутатский запрос в профильное ведомство, в понедельник он уйдет. Надеюсь, что проблема все-таки разрешится, но не зачитать его вам я не могу, просто потому, что эта проблема не республики Коми. Это проблема, как я понимаю, всей страны. Я пенсионер, житель Крайнего Севера, проживаю в городе Инта. Уже две недели в нашем городе нет бесплатного инсулина. Диабетики не могут получить лекарства. Раньше был платный, но один шприц стоит 3000 рублей. При доходе людей, многих людей на уровне прожиточного минимума, это неприемлемо много. От себя добавлю. И платный инсулин теперь исчез. Его нет приблизительно 15-16 дней. В клинике забрали у меня справки и сказали, что как будет инсулин, так позвонят. А буквально несколько дней назад я купила просроченный инсулин в аптеке по улице Дзержинского, дом 19. Это пишет человек, город Инта, Дзержинского, 19. Ау, аптека. Чего вы там продаете? Его срок использования закончился 12 ноября 2022 года. Ситуация опасная, диабетиков достаточно много. Ну, естественно, я напишу запрос, я напишу запросы. Надеюсь, что проверят эту аптеку. Но, понимаете, диабетик без инсулина – это, по сути дела, убийство. И это чудовищная ситуация. На этом фоне следующая новость выглядит очень смешно. Но она тоже касается жизни и смерти человека. Многие из вас его не любят. Я отношусь к нему с большим уважением. Это Жириновский. У него всегда была лучшая аналитика в стране. Надеюсь, еще будет. Но главный редактор омского интернет-портала «Глагер», господин Скачков, который, оказывается, меня знает. Может, я его знаю. Выложил в свой ТикТок видеоролик, где обвиняет меня в распространении ложной информации о смерти Жириновского и неумении проверять источники и хайпе на этой теме. Значит, я написал дословно следующее. Сообщают в комментах, что умер Жириновский. Точка. Надеюсь, неправда. Точка. В новостях ничего нет. Кавычки закрываются. До сих пор в телеграм-мальном канале эта надпись находится. Каждый может зайти и прочитать. Не студент, не жертва ЕГЭ, не ребенок Кузьминова. Цельный главный редактор интернет-портала «Миллионника», «Мегаполиса» считает, что вот эта вот фраза означает распространение информации о смерти Жириновского. Никаких доказательств, естественно, он не предъявил, потому что проверять информацию не научился. Мои коллеги попросили Скачкова удалить видеоролик с недостоверной информацией или как-то сказать, что, как бы, ребят, я не так все понял. Тишина. Да, на самом деле, несколько, извините, несколько интернет-ресурсов, в том числе вполне приличные, вроде «Утро.ру», тоже не умеют читать, поэтому восприняли это как то, что я заявил о смерти Жириновского. Вот, я, в отличие от многих подонков, не радуюсь смерти людей, даже крайне мне не симпатичных. Но, но, эти издания, интернет-издания, появились совершенно спокойно. Кто-то сказал, что опубликовал справочку, что, как бы, мы не вполне разобрались в этом материале. Кто-то убрал сайты, ну, все по-разному. Я тоже, когда я что-то говорю, что-то я ошибаюсь, я всегда поправляюсь. Но товарищ Скачков просто ушел со связи. Пытались до него достучаться в среду, пытались достучаться в редакцию портала. Несчастная редакция портала «Глагер» даже перевела телефон на автоответчик, чтобы не принимать неприятные информации. А обвиняющий меня в хайпе, главный редактор интернет-портала «Скачков», на своем ролике в ТикТоке собрал 660 тысяч просмотров. Значит, что я могу сказать? Исполать вам, товарищ Скачков, читателям его издания «Глагер». Советую более внимательно относиться к тому, что он там пишет, потому что накосячил про меня, накосячит и про другое. Но самое главное, это общий урок для нас всех. Коллеги, проверяйте источники. Вы увидели что-то сногсшибательное. Не поленитесь, проверьте источники. Мы живем в эпоху фейков и взаимного недопонимания. Это не про Скачкова, не про Омск, не про Глагер. Это про то, проверяйте информацию тщательно. Особенно сейчас, когда нас ожидают новые фейки и новые провокации, и не только информационные. А теперь о том, что, к сожалению, не является ни фейком, ни провокацией. Вчера в московском метро на станции Тульской, это следующая остановка после кольцевой линии, то есть это практически центр города, двое мигрантов из Таджикистана напали на сотрудников полиции. Одного из них попросили документы. Начали сильно нервничать. С другой стороны, тоже можно понять. Они хозяева Москва-Бада. Они хозяева Москва-Бада. Их курбаши строительного комплекса сюда привезли, чтобы они владели здесь всем. И какой-то полицейский просит. У них документы. Ну, мир рушится. Естественно, они начали нервничать, отказываться. В итоге, один из них Саид Акрам Хамроев. Ну, нужно же знать хозяев Москва-Бада. Их нужно называть по именам. Бросился на сотрудников полиции с кулаками. Его скрутили. Есть видеозапись. После этого второй, Умар Расул Жонзода, хозяин Москва-Бада, прыгнул на одного из полицейских, ударил его ногой. Красивый удар. Посмотрите, в соцсетях. Прямо как в боях. Бесправил. Прямо. После чего побежал на улицу. На двух таджиков возбудили уголовное дело во всех соцсетях. В сетях, в том числе в телеграм-канале Москва-2022, они называются гражданами Таджикистана. Нельзя называть национальность хозяев Москва-Бада. Ну, нельзя. Пасадят за это. Бить полицейских, если вы не русский, это, как я понимаю, кошер. Надеюсь, конечно, что я ошибаюсь. Но мы же и видим, как это происходит. На них возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников власти. Насколько я могу судить, это ситуация воплощенная мечта. То ли вице-премьеров правительства Российской Федерации, то ли курбаши Русистана, которые жаждут, опять-таки, судя по их делам, заменить русских вот на это. Я сразу написал оперативный комментарий, что, может быть, новых хозяев Москва-Бада даже будут искать. Может, даже найдут. Сейчас, по-моему, отловили уже обоих. Они смотрят на этих полицейских ясными глазами. Говорят, мы ничего не знаем, мы ничего не делали, идите к черту. Потому что мы для них не люди, понимаете? Мы вообще для них не люди. Мы для них биомасса, которая подлежит переработать в себя. Поймали двоих зверьков? Ну, может быть, даже их вышлют. Может быть, их даже посадят, но они будут на зеленой зоне. И выйдут оттуда, весьма вероятно, конченными террористами. У нас же раньше были зоны синие и красные. Зона, которыми управляли преступники, зона, которыми управляла администрация. Теперь у нас зеленые зоны, которыми управляют исламисты. Если вы на такой зоне хотите выжить, вам придется принять ислам. Вы никуда не денетесь. Или вы сдохнете. Тоже вариант. А когда мусульманин попадает в такую зону, то вероятность выйти оттуда не просто радикалам и экстремистам, а террористам, ну, скажем так, насколько я могу судить, чуть выше, чем у обычного работника строительного комплекса Москва-Абада. И потом, понимаете, мы же понимаем, что все равно объявят амнистию. Только что объявили амнистию 280 тысячам азиатов, высланных из России за административные правонарушения. Очень часто сотрудники полиции, чтобы не связываться, зная, что человек экстремист, но он ничего еще не совершил. Но он религиозный экстремист. Он еще никого пока не зарезал. Он только об этом думает, может быть, разговаривает. Разрабатывать его мука мученическая. Ресурсов для этого нет. Их оформляют по административке и высылают. А теперь курбаши строительного комплекса, их запускают обратно в Россию. 280 тысяч человек для того, чтобы любой мегаполис поставить на уши, навести там свой порядок, достаточно 1% от этого числа. А потом им всем дадут гражданство, потому что Москва-Абаду нужны хозяева, но ведь не русские же. Тем временем, по сообщению телеграм-канала МЭШ, столичный жилищник выплатил 6 миллионов рублей несуществующим дворникам. Простите, что? Сколько? 6 миллионов! Простите, пожалуйста. А остальные деньги они выплатили существующим дворникам. Так надо понимать. Но, тем не менее, ГБУ-жилищник района Марьино. Это не тот жилищник, руководитель которого официально заявил, что никаких русских, даже никаких таджиков он на работу не принимает. Он берет на работу строго по национальному признаку только киргизов и только узбеков. И для московских властей это правильно. Так и должно быть. Его, как я понимаю, не уволили, даже не пожурили за это. В ГБУ-жилищник района Марьино бессмертную классику Гоголя «Мертвые души» прочитали как методичку. И в 19-20-м годах фиктивно устроили на работу всего лишь навсего 15 трудолюбивых соотечественников. Естественно, по документам и табелям работа велась исправно. Домы местные жители негодовали по поводу отсутствия выполненных работ. Но кого же в Москвобаде интересует мнение москвичей, которые не сообразили, что им нужно отсюда убираться? За 13 месяцев ударного труда столичный бюджет заплатил невидимкам почти 6 миллионов рублей. Московский следственный комитет заметил махинации и возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет за решеткой. Ну, я думаю, что если бы там было не 6 миллионов, а 6 миллиардов, то до 10 лет за решеткой грозило бы следователям, которые осмелились покуситься на эту схему. Ну, это моя гипотеза. Тем временем телеграм-канал «Рядовка» рассказывает о том, как КПРФ не просто ведет агитацию среди мигрантов в Екатеринбурге, а обещает оказать всемирную поддержку в оформлении гражданства в том самом железнодорожном районе Екатеринбурга, где перед этим азербайджанцы избили, всей стаей избили педагога, женщину-педагога и ее дочь. Ну, они приставали к дочери в транспорте, дочь позвонила маме, попросила встретить ее на остановке. В результате стая дичалых зверей в человеческом облике избила обоих. Ну, судя по всему, железнодорожный райком КПРФ собирается этим самым, как бы сказать, помягшим людям, наверное, так их надо сказать, обеспечить российское гражданство. Ну, это старый либеральный прием. В Америке, собственно говоря, проблемы этнические возникли от того, что демократическая партия стала окормлять мигрантов, настаивая на предоставлении им гражданства, вне зависимости от степени интеграции в американское общество, чтобы они потом голосовали за них. Ну, железнодорожный райком КПРФ города Свердловска, извините, Екатеринбурга, судя по всему, собирается последовать примеру Американской демократической партии. До России им особого дела, насколько я могу судить, нет. Но, вы знаете, грешно критиковать КПРФ на фоне остальных новостей. Они еще не отошли от скандала с Рашкиным. В это время в Крыму глава администрации района, угадайте, из какой партии, и это, скажу по секрету, не КПРФ. Глава администрации района устроил, что бы вы думали, транс-шоу с собой в главной роли на фоне портрета Путина и российского триколора. Если бы я это прочитал, я думал, что бы что-то украинская пропаганда. Но в соцсетях появилось видео, которое снято в здании администрации Нижнегорского района в Крыму. Никаких опровержений нет. На этом видео мужчина, переодетый в женщину, виртуозно исполняет танец живота. Знаете, вот этот вот круглый обвисший животик, поросший волосами. Вот танец именно этого живота перед чиновниками на фоне портрета Путина и флагов России и Крыма. По сообщению автора видео, на кадрах никто иной, как сам глава администрации Нижнегорского района Республики Крым, Антон Кровец. Угадайте, опять-таки, из какой партии. По случаю чего собравшиеся смотрят столь необычное шоу непонятно, но представителям зрителей явно довольны. А с другой стороны, коллеги, а вот серьезно, если вдуматься, а в чем криминал-то? У нас что, преследуют гомосексуалистов? Нет. У нас что, преследуют трансгендеров? Нет. Это вообще запрещено законом, правильно, что запрещено. У нас запрещена пропаганда среди малолетних. Но вроде бы в Нижнегорском районе Республики Крым малолетних в составе администрации нет. Все совершеннолетние. Была история. У нас же тоже в нашей стране была не церковная инквизиция, конечно, как в Европе. Но, в общем, такая комиссия по нравам весьма строгая. И был эпизод, когда скоморох во время крестного хода начал кривляться и скакать перед иконой, которую как раз несли. Но это богохульство положено сжечь. Ну, даже у нас было за такое положено сжигать в то время. И стали думать, что же делать. И священники, они в то время были священниками, еще не попами, они сказали, подождите. Каждая тварь Божия славит Господа, как умеет. Птички поют, люди молятся. Но скоморох, он как бы убогий. Ну, вот он скачет, кривляется, ужинки, руками машет. Но он же тоже, как может, славит Господа. За что ж его сжигать? И отпустили. Ну, может быть, если это действительно сообщение правильно, глава администрации Нижнегорского района Антон Кровец таким образом решил восславить, но не Господа, но президента Российской Федерации и государственные символы Российской Федерации Крыма. Может быть, ему это доступно, как истинному члену Единой России, если, конечно, я ничего не путаю. В этом случае взятки гладки. Ну, хотелось бы получить официальное разъяснение. Слов у человека не хватило, и он восславил Родину танцем живота. Ну, кто же приставать-то будет после этого? Тем временем, телеграм-канал «Рядовка» сообщает о мусорных историях, которые захватывают всю страну, от Краснодара до Москвы и Подмосковья, и даже столицы не удалось избежать экоцида. Жители Клина возмущают, что мусоровых город везут буквально круглыми сутками. Отстоять права на чистую воду и воздух просто невозможно. Недовольных граждан систематически штрафуют за те или иные якобы нарушения. Вонь стоит такая, что пиршит в горле, слезятся глаза, кашель постоянный, говорит от жителей Клина, но виноваты недовольные граждане, а не администрация. Когда стало ясно, что за два года закрыть все подмосковные свалки, как обещалось, не удастся, подмосковный губернатор Воробьев просто перестал их замечать. Вместе с ними он перестал замечать людей, которые вынуждены жить рядом со смрадными кучами. Жители сторожают от хронического кашля и жалуются на плохое самочувствие, но умирать упорно, как я понимаю, отказываются. Соответственно, власть упорно игнорирует эту проблему. А эксперты, экспертизы, которые привлекают власти, чудесным образом не находят никаких нарушений, указывающих на загрязнение Клина отходами с мусорного полигона, на который сливаются миллиарды бюджетных денег. Хозяева свалки, между тем, продолжают безнаказанно травить водохранилище, подделывая документы о согласовании, а местные власти потворствуют им во всех махинациях. И я понимаю местные власти. Ведь эта же вода потом идет в Москву, травятся-то москвичи. Ну а кому в России жалко москвичи? Пущай травиться. Я сегодня уже напишу депутатский запрос по этому поводу. Сегодня пятница вечер. В понедельник я его отправлю. Но ситуация-то не локальная, ситуация повсеместная. По всему Подмосковью усилиями господина Воробьева, как я понимаю, вырубаются леса, истребляются леса. Вместо лесов ставятся человейники или другие объекты. В результате источники водоснабжения Москвы, где загрязняются, где ликвидируются. Но это реальная системная угроза, о которой мне говорят избиратели. А когда я прошу написать подробное, избиратели мне на это отвечают. Слушай, нам же жить, нас же ликвидируют. Вы там в Москве сидите, ну, как говорят люди из Подмосковья, ну и подыхайте. Кого вас жалко-то? С вашим Собянином, с вашими федеральными властями. Это мне говорят прямым текстом. Я своей жизнью, говорит человек, не буду рисковать. И таких людей довольно много. Кстати, о жизни. 10 февраля в Краснодарском крае, в колледже, в одной из станиц, студентке не была оказана необходимая помощь, и девушка скончалась от отека легких, совсем молодая. Девушку без сознания обнаружили в уборной. Когда сотрудники колледжа и студенты пошли в медицинский кабинет, он оказался закрыт, а медсестра была на больничном. Ключи от кабинета на вахте не оказалось, потому что медсестра отдала ключ уборщице, а уборщица ушла в отпуск. Пока люди ждали скорую помощь, преподаватели сбегали в недалеко расположенную центральную больницу станицы. Она находится в трех минутах пешком от колледжа. Но врачи отказались помогать девушке и сказали дожидаться скорой помощи. Скорая приехала через 40 минут. Она ехала из соседней столицы. Но она была не оснащенной ничем. Помочь девушке врач скорой помощи на месте не смогла. Девушку увезли в больницу. Не в ту, которая в трех минутах от колледжа пешком, а в ту, которая в 40 минутах езды. Она умерла. Я не называю ни названия этого учебного, прости господи, заведения, ни района, ни станицы. По очень простой причине. Мне это написали в одной из соцсетей в личку. Объяснив, что директор запугала студентов колледжа. С ними провели беседу, угрожая увольнением, отчислением, вплоть до уголовного дела. Поэтому люди писать заявление не будут. Но говорят, что директор колледжа в хороших отношениях с местным прокурором. Поэтому угроза уголовным делом не пустой звук, не сотрясение. Это ситуация, которая... Я не могу утверждать, что это правда. Но об этом написали с таким количеством деталей, что, в общем-то, похоже на правду. Но называть это место я не могу. Потому что у меня нет доказательств. Люди в Краснодарском крае запуганы до смерти. Они запуганы этническими преступниками. Вы что думаете, там одни цапки, что ли, были? Люди запуганы этнической преступностью. Люди запуганы тем, что они считают государственной преступностью. И даже защищать своих детей они не могут. Они боятся. Так что, когда в наступившем году население сократится уже не на миллион, а больше, вспомните об этом. Те, кто не может себя защищать, умирают. Но не все так плохо. Главное управление МВД России по Москве возбудило дело, которое может стать одним из самых громких за последнее время. Сотрудникам управления КМВД и УФСБ по Москве и Московской области удалось выявить хакеров, которые взломали, внимание, цитирую дословно, критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. Нет, это не главный сервер ФСБ, это не коды запуска стратегических ракет. Пока еще нет. К этому еще пока не добрались. Пока речь всего лишь о зломе государственной информационной системы доммоз.ру, дома Москвы. Она интегрирована в государственную информационную систему ЖКХ, так называемая ГИС ЖКХ, дом госуслуги.ру. Практически установлено, что с хакерами за работу расплатились криптовалютой. УСДТ ТЕФЕР. Однако выявить заказчиков атаки на критическую инфраструктуру Российской Федерации все же удалось. Заказчиками атаки оказались не террористы. Заказчиками атаки оказались не западные спецслужбы. Заказчиками атаки оказались не украинские отморозки. Ими оказались главными подозреваемыми в рамках уголовного дела является группа столичных чиновников, включая руководство жилищной инспекции по западному административному округу, здесь написано Москвы, но я думаю все-таки речь идет о Москвобаде, которые действовали вместе с руководителями управляющих компаний в материалах дела, как сообщают телеграм-каналы, так и сказано. А хакеры были нужны, чтобы более тысячи жилых домов Москвобада, являющихся фактически аварийными, были приняты мозженспекцией к сезонной зимней эксплуатации без соответствующих документов. Тысяча фактически аварийных домов, только как я понимаю, в одном западном административном округе, прошли эту зиму в аварийном состоянии без должной подготовки. Я сам читал отчеты господина Бирюкова о том, как славно Москва подготовилась к зиме. Оказывается, это не курбаши строительные и ЖКХшные подготовились к зиме, это, оказывается, хакеры к зиме подготовились. И, наверное, жители этой тысячи домов жаловались. И, наверное, их жалобами вытирали не самые нежные части тела москва-бадских чиновников. А те, кто жаловались, их объявляли склочниками, их объявляли мерзавцами, их объявляли жуцами, их травили прикормленные московскими властями блогеры, так называемые, все эти, не будем их называть, которые рассказывают нам, как замечательно уложена плитка в Москве. А если вам не нравится ломать ноги, то вы лжецы и дезинформаторы, как мне в прямом эфире объявляли все эти бабаянутые. Их, наверное, всячески унижали, оскорбляли. Это Москва-бад. Только один из, по-моему, 15 административных округов нашего славного города. А вот пример разжигания ненависти не по делу. Это телеграм-канал «Русская пресса». Пишет, сейчас я зачитаю этот текст, абсолютно чудовищный. Только хочу сказать одну важную вещь. Здесь идет наезды на депутата Государственной Думы от «Единой России» господина Бурматова. Я прочитаю близко к тексту. Опуская только самые, так сказать, жесткие места. Но люди, которые недовольны депутатом «Единой России», должны понимать, что депутат «Единой России» не является самостоятельным субъектом. Это всего лишь часть государственной машинки. Это исполнитель, и не более того. Да, исполнителя поставили на ту сферу, где он создает людям неудобства. Вы понимаете, не надо оскорблять топор, забывая о палачах. Итак, телеграм-канал «Русская пресса» пишет. Очередная кровь на руках депутата Госдумы Владимира Бурматова. Кровь вместе с кусками кожи и клочьями волос 11-летней девочки, у которой стая собак-людоедов буквально сняла с головы скальп. Этот парламентарий, предполагается, что он купается в откатах, прикупивший особняк за 200 миллионов, квартиру за 50 миллионов, похоже, тонет окончательно в своем законе, якобы защищающим голодных, агрессивных зверей. От себя даже, почему якобы защищаем? Прямо защищающим? Зверей-людоедов? Ну, понимаете, представители Единой России. Не всем же им защищать зверей в человеческом обличье, которые, так сказать, грабят и насилуют, и избивают, и даже на полицейских нападают. Некоторые из них защищают и зверей в прямом смысле этого слова. Чипированные, выпущенные на волю, псы шарятся по помойкам и тупо хотят жрать. А люди, которые не хотят, чтобы их детей жрали собаки, уже сами готовы травить зверье. Простите, но здесь явно имеются в виду все-таки собаки, а не представители власти. Я надеюсь, по крайней мере, что имеется в виду именно это. При этом я напоминаю, что если люди, которые не хотят, чтобы их зверей жрали собаки, будут защищать своих детей, то они, с точки зрения Единой России, с точки зрения действующих законов, совершат уголовные преступления. Гражданин Бин, широко известное прозвище депутата, означая Бурматов и Ди по соответствующему адресу, уверенно кормил всех сказками о том, что чипированные стерилизованные собаки теряют свою агрессию. Но теперь очевидно, что даже чипированные псы готовы пускать кровь людям, и в частности, маленьким детям. Вот очередная кровавая жуть из Челябинской области, которая представляет Бурматов в Государственной Думе. 16 февраля в городе Коркино на пятиклассницу набросилась стая чипированных собак и начала, в прямом смысле слова, рвать ребенка на части. Псы вцепились в ноги малышки и стали тянуть в разные стороны. Сорвали с нее штанишки, страшно искусали. Это не о гастарбайтерах, речь, а о собаках в прямом смысле слова. Рана есть и на руках, и на всем теле. Куртку тоже сорвали, когда грызли. Но самая страшная голова девочки. С головы пятиклассницы было содрано 70% кожи. Ее ввели в искусственную кому. Как будет выглядеть девочка, если выживет? Я думаю, вы все примерно понимаете. 70% кожи содрано с головы, наверное, в том числе с лица. Сейчас на месте трагедии кровавый снег и клочья волос на снегу. Девочка выжила чудом. Но впереди ее ждет длительное лечение, пересадка кожи и пластические операции. Добавлю от себя, если родители деньги найдут. Ребенка чуть не съели. Но этих собак после отлова слово снова отпустят, потому что поди разберись, какие из животных, десятками разгуливающих по Коркино, грызли марину. Всех подряд усыплять депутат Бурматов не разрешит. А они уже попробовали человеческую кровь и человеческую плоть. Это существенно, потому что, скажем, тигры в Индии, которые попробовали человека на вкус. У человечины, как я понимаю, очень сладкое мясо. Для диких зверей. И они уже дальше целенаправленно охотятся именно на людей. Потому их называют тиграми-людоедами. Ну, а депутаты Единой России, как я понимаю, не просто выводят собак-людоедов, но и защищают собак-людоедов против людей. А с другой стороны, а посмотрите на социальную политику Единой России, на экономическую политику Единой России. Эта политика объективно, с моей точки зрения, направлена на истребление людей. Ну, слушайте, ну если партия Единой России истребляет людей своими социально-экономическими законами, так почему ей же не истреблять людей своими законами по поводу диких животных, простите? Это не единичный случай. За три дня до трагедии в Коркино бродячая собака из стаи набросилась на 12-летнего мальчика из Челябинска и буквально вгрызлась клыками ему в лицо. А перед этим нападение за нападениями на детей по всей России, в том числе с летальными исходами. Ну, в Якутске, я помню, была история. Бродячие собаки Бурматова убивают детей. Вот господа из телеграм-канала «Русская пресса», чего он Бурматов не угодил? Он исполнитель. Вы ругаетесь на топор, вы оскорбляете топор, всячески умалчивая о палачах. Но по высказываниям господина парламентария в этом беспределе виноваты все, кроме него. А может, не стоило гнаться за пиаром, наспех внедряя столь непродуманную законодательную инициативу и хорошенько ее проработать? Что за глупости? Наверное, если Бурматов хочет спасать животных, в чем мы в целом его поддерживаем, ему надо бы изучить европейскую практику, где отловленных собак держат в вольерах вместо того, чтобы выгонять на улицу после стерилизации. Ну и дальше, 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 дальше. Но закон уже работает. И что делать дальше, в том же Коркино, совершенно непонятно. Администрация разводит руками. Она обязана выполнять закон и отпускать животных. Подчеркнем еще раз, глава Коркинского района Наталья Лощинина утверждает, что все псы-людоеды были чипированы. Ну и как, товарищ Бурматов, будем ждать, когда люди будут с оружием ходить отстреливаться от стаи бродячих собак? Я подчеркну, что здесь имеется в виду, судя по тексту, от стаи бродячих собак, которые животные. Да, депутатов Единой России в этом не понимается. Или все-таки начнутся правки вашего сурового убийственного закона. Сильно сомневаюсь. А если правки, то, скорее всего, они будут у Единой России в традиционном направлении Единой России. На подавлении граждан. Потому что, повторюсь. Когда вы строите что-то, вам нужен каждый человек. И каждый человек – это центр прибыли. А когда вы разрушаете что-то, разворовываете, разграбляете, то каждый человек – это центр убытков. Если принять гипотезу о том, что нынешняя государственность, как была создана в 90-м году, так до сих пор существует, как машинка по разграблению советского наследства, то каждый человек является центром убытков. И его нужно оптимизировать вслед за здравозахоронением. И мы видим эту государственную политику. В позапрошлом году сверхсмертность, по официальным данным, на душу населения превысила число расстрелянных в 1937 году. Кто-то вздрогнул. Кто-то попытался что-то исправить. Кто-то что-то изменил принципиально. В прошлом году рекордное количество людей, которые умерло в России. Больше, чем в голодном в 1947 году. Больше, чем в 90-е. Больше, чем в 2003-м, когда была и вторая чеченская, и эхо двух чеченских, эхо 90-х. Больше. Кто-то вздрогнул. Кто-то... Ну, товарищ Путин выразил глубокую озабоченность. Практически как наш МИД. Кто-то что-то исправил, кто-то кого-то наказал. Да нет, так и надо. Чего вы пристали к единой России? Каждый год принимаются... Мы принимаем теперь уже преступные законы, преступный бюджет, который направлен на разрушение страны, с моей точки зрения. Каждый год это длится. Экономическая политика, социальная политика направлена на вымаривание населения. Ну, да, конечно, когда люди умирают не в результате оптимизации здравоохранения, когда детей рвут на части дикие псы, да, это как-то слишком наглядно. А когда дети умирают без медицинской помощи, это типа кошер, так и надо, да? Так что чего вы к Бурматову-то прицепились? Это государственная политика, если я, конечно, правильно ее понимаю. Всего вам доброго. Выживайте. Субтитры сделал DimaTorzok